27 октября губернатор Игорь Руденя провел прием граждан. К главе региона приехали жители Калининского и Калязинского районов Тверской области. Граждан волновали вопросы благоустройства и газификации. Подробности у нашего корреспондента. Жители деревни Черногобово, что находятся в непосредственной близости к областной столице, волнуют вопрос об устройстве остановочных павильонов. До населенного пункта ходят два автобуса транспорта Верхневолжья, 123-й и 223-й, которые пользуются спросом у населения. Деревня растет на самом деле. Раньше была Черногобово с одной стороны, дорога центральная. Сейчас у нас и другая сторона полностью разрастается. Приезжают люди, строятся. Деревня очень растет на глазах. Народу много. И школьники стоят на разные секции, и школу в город ездят. И наоборот, из города к нам в школу приезжают дети. То есть народу много. Я живу рядом с школой и вижу, как много народу идут на остановку, пообратно. Глава региона отметил, что предполагается комплексное развитие инфраструктуры в районе Черногобово с обустройством съезда на улице Паши Савельевой в рамках строительства в Твери с западного моста. Постараемся решить в ближайшее время два этапа. Первый этап. Мы до 1 декабря поставим остановочные павильоны. И в мае следующего года, если необходимо, когда уже все будет потеплее, сделаем другую среду. Кроме того, решился вопрос об обустройстве новой детской площадки в деревне. А вот жители деревни Василево Калязинского района волнуют вопрос газификации населенного пункта. В нем проживает более 340 человек. Все проложено, все сделано. То есть обещали как бы уже газовой плите и в доме пока. Мы до сих пор, конечно, отапливались дровами. Это не так удобно. Это заготовка. Ну вот я одна с двумя детьми, получается. Я покупаю где-то. Ну, телеги 2-3 у людей уходят, конечно. Губернатор пояснил, что работы по газификации планируется провести в 2024 году. Там порядка трех километров надо доделать между Василево и соединением больших газопроводов. И соединить межпоселковый газопровод. Все это планируется сделать в первом полугодии 2024 года. У нас еще есть проект по догазификации. Это по поручению президента делается Российской Федерации. Программа предполагает бесплатное доведение газа до границ земельного участка. Этой поддержкой могут воспользоваться отдельные категории граждан. До 130 тысяч рублей субсидия предназначена для инвалидов и участников Великой Отечественной войны, бывших узников концлагерей, ветеранов боевых действий и ряда других. Для многодетных семей размер поддержки составляет до 300 тысяч рублей. Для участников СВО и членов их семей до 150 тысяч рублей.